Всем здравствуйте! Итак, сегодняшняя тема будет у нас в Тунберге электро двух видов. Это лянообразная и кустовая. Так, кустовая. Вот у нас стоит кустик. Тут у нас немного есть цветения. Итак, сильного развития показать, к сожалению, не удается уже к 1 августа. Почему? Объясню. Поздно пересадила и немножечко ранее, скажем так, занималась вопросом ее разведения. То есть стригла ее. Сейчас вам покажу. Вот видно срезы. Я укореняла, пробовала укоренять, поэтому куст сейчас не сильно большой. В плане Тунберге именно кустовой. Очень хорошо она у нас, как показала практика, укореняется обычным способом. Просто поставила на воду 2-3 недели и увидела корни. Сейчас я пересадила в хорошее ведро 10-литровое. И вот я вижу, допустим, вот они приросты пошли. Ну, сантиметров где-то по 40. Так, цветение только началось. Опять же скажу, почему. Потому что сильно обрезала для укоренения. Но все же, как видно, есть и бутонообразование, и цветение. И вот уже и отцвевший цветочек растет. Вот. Живет он у меня в теплой теплице. То есть можно выращивать как комнатная. И, конечно же, Лиана у нас. Лиана видная электро. Тунберге. Сейчас вам покажу и немножко про нее расскажу. Потому что уже увидела в Краснодаре. Про нее уже начали интересоваться. Поэтому давайте немножечко про нее расскажу. Чтобы если вы даже приобрели ее, понимали, что с ней надо делать. Ей нужен большой объем. Все два года, которые она у меня была, она сидела в маленьком объеме. И я боялась ее пересадить в большой объем. Так как где-то его неудобно перенести. Выкопку вообще я не принимала. И не воспринимаю, потому что боюсь повреждений корневой системы. Сразу посадила в хороший горшок. Горшок, наверное, литров 15-20. Ее просто в осень обрезаете и заносите домой. Сейчас она у меня, опять же, еще раз повторюсь, достаточно поздно я с ней занялась. За месяц, ну да, где-то у нас был август, сейчас где-то июль месяц у нас был, середина пусть даже. Я сейчас, я ее пересадила в большой горшок. И вот смотрите, за месяц буквально она набрала у нас высоту, тут около 3,5 метров. Начала цвести. Вот у нас появился цветок. Про размножение. С электр именно вот оляновидный пока у меня есть некоторые сложности. Я пока еще не пробовала. Ну то, что не пробовала, в маленьком горшке она мне не давала нужного результата. Ни ветвей боковых, которые мне дали бы перспективу, например, прикопать. Да, вот смотрите, у нас вот есть несколько отводов. Я его прикопала. Он сам укоренился. Я его, например, отсоединила, да, отделила от маточника. Такого не было возможности из-за того, что куст не развивался в малом объеме. Сейчас я его посадила в большой объем, поэтому я сейчас уже могу попробовать произвести такой эксперимент. Так что вот смотрите, такой вот результат. Так себя нужно с ними вести. То есть хороший объем, солнечное место, полив по мере высыхания. Не бойтесь высаживать и как бы пускать, как говорится, высота более трех метров. Опять же скажу, еще раз повторюсь, пока бедновато все это дело смотрится, по причине того, что очень поздно занялась. У нас рынок был, именно рынок в плане продаж. Это мы стояли где-то до середины, даже до конца июля, 23-24 мы закончили. И все это время, вот сейчас у нас август, будем говорить середина августа, до сих пор идет подготовка маточников на следующий год. То есть это, скажем так, между делом я высадила такую Тунбергию посмотреть и уже разобраться, как с ней себя вести. Потому что культура интересная, спрос на рынке есть, но нет возможности с ней поэкспериментировать. Как говорится, всем надо уделить время, поэтому сейчас уже начинаю немножечко понимать, что ей нужно и как с ней себя вести. Вот такая вот Тунбергия Электро. Такой вот крупный достаточно цветочек. Очень интересный. И такая же Тунбергия Электро, но уже в кустовом виде, которая пойдет великолепно на окошечко. Она у меня даже была в продаже, так как с ней у меня все получилось. Вот так тоже цветочек такой же формы, но только чуть поменьше. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще очень много у нас интересного.